здравствуйте друзья мои это тимур ханов и нахожусь в одном из поселков под новосибирском как это говорят подмосковье у нас как под новосибирь и ладно около новосибирска и меня сюда пригласил алексей южанин багратион он заявился как один из кандидатов из возможных кандидатов в мэра новосибирска и мы сейчас немножко поговорим про него и я задам те вопросы которые задавал другим кандидатом здравствуйте алексей добрый день вот вы зарегистрированы как южанин а почему еще багратион я вот так хотел что за это двойная фамилия официально имеет иметь основание к такому удвоению фамилия южанин она ну от папы как бы это традиционно у нас записывать фамилию папы а вот мамина фамилия кончакова и фамилия которая вот но не вписано скажем так она досталась именно от мамы кончака это моего прямого предка которого ту мамы фамилия значит мама была значит мария княжная дочь давида строителя 4 багратиона вот такая сложная история то есть вы из одной очень известной грузинской фамилии ну я бы не хотел сильно это афишировать имеете отношение но имею отношение к этому да очень интересно мы же не многие помнят свою историю вы свою родословную отслеживаете этим занималась бабушка бывший кстати говоря сотрудник комитета госбезопасности с профессионализм не может быть созданием дела да и она мне рассказывать истории а вообще откуда родом я родился в городе куйбышеве на сибирской области каинске то есть душа в бывшем каинске и в детстве когда мне был год ну с небольшим папа у меня погиб и семье пришлось переехать сюда в новосибирск здесь как раз вот бабушка жила мамина мама мы здесь вот и осили понятно очень коротко это такое первое интервью чем занимаетесь сейчас у меня кфх это крестьянское фермерское хозяйство я предприниматель значит мы оказываем услуги для сельхозпроизводителей и плюс ко всему еще у меня квест парк артибор это пенбол квесты ну это развлечение такое все по новосибирскому сельский бизнес сельский бизнес выгоден он прибыльный ну можно так сказать наверное не настолько прибыльным как хотелось бы но тем не менее что то я зарабатываю да содержу семью а развлечение это развлечение это квесты и пенбол я хотел спросить они это бизнес прибыль этот бизнес выгоден то есть у вас есть опыт предпринимательской деятельности если я правильно помню у вас есть опыт также участие в выборах мэра да все верно в четырнадцатом году я принимал участие я не знаю насколько формат позволяет это широко вот коротко надо сказать ну как хотите можно просто почему вы пошли тогда и почему вы идете сейчас но только ну как основная идея вот без подробности потом хорошо основная идея я считаю что мы могли бы жить значительно лучше качественнее и условием для этого улучшения и для лучшего качества является участие больших масс людей в процессах управления теми теми вещами которые нас окружают вы говорите о самоуправлении конечно конечно вот основная идея на мой взгляд основная идея меня как кандидата организовать рабочую полноценную структуру местного самоуправления чего сейчас к сожалению нет то есть то что есть это чистая подмена подмена номенклатуры вот этих функций которые должны реализовываться как раз населением это простые вопросы вот всего значит согласно 131 федерального закона местном самоуправлении значит бедене муниципалитетом местных органов власти находится 38 вопросов местного значения 38 вопросов мест Sanskrit это довольно простые вопросы и не надо здесь сложных каких-то вещей и организовывать сложные конструкции в виде партаментов то просто собирать закон да конечно конечно все элементарно соблюдаем закон выполняем простые вещи и это способны делать и более качественно будут делать сами жителей при условии если эта структура будет создана если будут созданы условия вы найдете вы найдете время чтобы подробно потом все мне это рассказать свою идею за иди конечно конечно а на чью поддержку вы рассчитываете я рассчитываю на поддержку широких широких масс горожан это и предприниматели и жители которые работают по найму я считаю что это для всех будет очень удачная модель она может быть не устроить какую-то незначительную часть элит которые живут ну скажем так на причастности к бюджетным средствам на остальных горожан она более чем устроит потому что она позволит горожанам участвовать участвовать в жизнедеятельности города принимать все самые значимые решения понятно у вас друзей много достаточно вы человек общительный да и что сказали ваши друзья когда узнали что вы снова выдвигаетесь мэр ну поулыбались пожелали успеха ну иронично поулыбались или добавили как нет по-дружески алексей но это твое конечно ну ты по-другому не можешь понятно тогда такой вопрос я его всем знаю а кто победит победит я думаю что здравый смысл а так как в моей программе здравосмысла более чем у кого-либо поэтому победит моя программа и я как ее носитель а в любом случае выиграть в любом случае я выиграю конечно понятно вторая серия вопросов что где когда что надо было бы сделать с бюллетенем если не учитывать вашу фамилию там ну предположим ее там либо нет ну либо вы хотите дать совет без учета вашего вашей строчки как бы вы поступили с бюллетенем если там бас не было не понял вопрос я наверное не пошел бы на выборы а это такой способ привлечения избирателей в так что партии на маловато где где можно найти про вас информацию информацию по вашим предвыборной кампании по вашей программе значит у меня есть страница в инстаграме страница вконтакте сайта к сожалению нет вот две основные а штаба нет штаба пока нет это в ближайшее время будет вопрос решен но пока вот пока нет то есть алексей южанин багратион вконтакте да так точно замечательный вопрос что где спасет когда когда последний раз вы были в поликлинике если возможно узнать зачем я был последний раз в поликлинике наверно месяц назад это у стоматолога я лечил зуб ну это дело такое житейская вообще здоровье извините нормально я вижу что человек вполне себе да мне 43 года да 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 я обучение до образования вас хотел спросить какой у меня опыт работы вот в этом смысле по образованию значит сельхозяйственную технику мне высшего образования нет законченного поэтому а вы учились да да я учился я еще учился в педагогическом колледже учился также политехническом колледже но это все было так не очень длительно хотелось получить побольше профессии или просто они не вы выбирали не было это интересно и когда я ну брал то что мне на мой взгляд было достаточно мне просто ну я уходил в другой учебное заведение и такой вопрос напоследок когда последний раз виделись с локтем если виделись о чем говорили последний раз это было тоже наверное месяца полтора назад совершенно случайно возле цирка новосибирского я увидел анатолий евгеньевич прогуливающегося вот в одиночестве я подошел поздоровался и все на этом все встречи и закончилось обменялись приветствиями да 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 ну что ж я вам тоже пожелаю благодарю вас чтобы нашли для меня время и место предложили очень хорошее и пожелаю вам успехом давайте мы еще сделаем побольше интервью более заболевать по словам вас когда пройдет регистрация какая партия вас поддерживает как партия социальных реформ прибыль от природных ресурсов народу вот такое длинное название интересно отражает вашу 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 позицию спасибо всего доброго спасибо вам большое но друзья мои это интервью пошло в записи потому что тут связь не очень но без всяких купюр как обычно я делаю прямой эфир или записи так как она есть с из как говорят программисты а я ведь программист я хочу запрограммировать что мы с вами вместе еще встретились со всеми кандидатами и не раз и чтобы мы могли бы делать свой выбор осознанно и с пользой для города все что интересно я вам еще покажу приглашайте пока